У нас сегодня очередное заседание семинара. Докладчик у нас Глеб Андреевич Маслов, Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. А доклад «Научно-технологическая революция. Уроки как?» В истории экономической мысли. Да, хорошо. Так, пожалуйста. Спасибо. 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 Снегаторические запрошенные и получаются те страны которые не вкладывались изначально в создание этого продукта спустя время получают от его реализации такую же выгоду и поэтому важно น темно поддерживать этот инновационный процесс потому что если скажем так позволить рынку закрепить ту специализацию то разделение труда между странами которая сложилась то будет возникать такая ситуация что всегда будут отстающие стран у у которых не будет возможности на новом технологическом рынке стать более конкурентоспособными. Если мы говорим о мейнстриме, о различных макроэкономических моделях, то здесь я выделю основные направления, которые связаны с неоклассической традицией. И изначально, как фактор технологии вообще был использован, к стандартной функции Коба Дугласа был, собственно, добавлен фактор технологии. И, соответственно, это, по сути, ознаменовало собой то, что производство действительно становится уже на новом этапе наукоемким, и производство без науки уже, по сути, не существует. Роберт Солу позже уже в рамках кинтианской неоклассической синтеза немного модифицировал этот подход в том смысле, что вот этот фактор технологии, он как бы был не мультипликатором системы производства, а включался в параметр труда. То есть, по сути, говорилось о том, что технология, она непосредственно повышает только производительность труда. И только на этой основе возможно устойчивое повышение благосостояния населения. То есть, опять же, фиксируется тот факт, что теперь производство становится знанием и наукоемким. Касательно отдельных аспектов на рынке труда можно вспомнить подходы новых кинтианцев. В частности, они говорили о том, что за счет того, что имеет место асимметрия информации со стороны творческих работников, это является фактором повышения их переговорной силы, и, соответственно, хронически повышается заработная плата, что ведет к безработице и деформации системы воспроизводства. А эта асимметрия труда возникает вследствие того, что, если, например, раньше работник закручивал просто на конвейере гайки, то работодатель, собственно, его контролирует, как он что выполняет. А когда речь идет о творческом труде, то уже контроль со стороны работодателя ослабевает. Он не погружен во всю кухню, и, соответственно, в данном случае у работников появляется больше преимущества на рынке труда. Более легеральная модель, связанная с террорио-делового цикла, говорит о трансформации в точку равновесия по мере развития технологий. О теории четвертой промышленной революции я скажу отдельно. Ну и также стоит выделить теорию человеческого капитала, теорию креативного класса, которые обращаются к вопросам изменения воспроизводства человеческого потенциала, воспроизводства творческого труда. Отдельно я остановлюсь на положениях советских политэкономов, и, собственно, с поздной линией моего доклада будет то, что многие их положения, описывавшие экономику в то время, могут быть актуальны и для современности. Говоря о периодизации направлений советской экономической мысли, можно выделить четыре периода, но я выделю два основных. Это первые годы после 22-го съезда КПСС, когда была поставлена задача обеспечения материально-технической базы коммунизма, то есть полной автоматизации, механизации производства. После этого произошел всплеск внимания к этой проблеме и закрепление дальнейших теоретических подходов. После произошла ревизия отдельных положений, но, тем не менее, основные положения были сохранены. И, проводя параллели положений советских экономистов с современностью, я попытаюсь это сделать через сходство с современной теорией Четвертой промышленной революции. То есть, казалось бы, совершенно различные системы, в которых формировались теории, совершенно различные периоды, но за счет того, что характер экономического влияния технологий имеет довольно существенное сходство, важно выделить эти аспекты и на основе этих пересечений показать, что может быть актуально в наше время. Первый параметр, который хочется выделить, это то, что на новом технологическом этапе происходит укрупнение производства. И, в принципе, с этим, если мы апеллируем к современному данному, можно согласиться. Действительно, например, если мы говорим об информационной революции, когда происходило наоборот, рост числа фирм, появлялись как раз новые компании, которые стали потом гигантами в информационной сфере. Но со временем производство стало укрупняться, и передовые технологии в основном сейчас концентрируются в крупных компаниях, которые при этом тесно связаны между собой, и это во многом связано с тем, что сам характер технологий и научно-технической революции имеет междисциплинарный характер, и как технологии между собой становятся связаны так, и различные системы производства, что, по сути, эти производства объединяет, и из отдельных небольших фирм воспроизводство фактически происходит на уровне крупных производственных комплексов. Соответственно, это имеет место, и это может привести к негативным последствиям, в частности, риски монополизации могут привести к тому, что чрезмерная рыночная власть будет приводить к неравенству на рынках. Важным аспектом при этом является еще одним фактором укрупнения производства является сращивание производства науки и образования, то есть, по сути, образование максимально тесно связано с наукой, поскольку, как я сказал, разрыв между появлением нового изобретения и его внедрением разрыв во времени сокращается, и, по сути, сфера образования науки и производства сливается в единое целое, и можно говорить о соявлении, которое тогда было названо наукой как непосредственно производительная сила. Сейчас, например, теоретиками четвертой промышленной революции данный термин не используется, но, тем не менее, говорится также, по сути, о слиянии этих сфер. И, соответственно, это означает, что та же система образования должна проходить через всю жизнь, то есть, в отличие от прежней ситуации, когда университетское образование, в принципе, было актуальным на многие-многие годы вперед, сейчас, соответственно, система образования должна постоянно подстраиваться, и обеспечивать образование работников через всю жизнь. В то же время, характер научно-технической революции такой, что за счет мощи, влияния новых технологий появляются риски неравенства между теми, кто этой технологией овладевает, и, соответственно, теми, у кого к ней доступа нет. Или, например, неравенство между программистами, которые задают функции, операциональные функции роботам, и людьми, которых эти роботы заменяют. То есть, возникает риск неравенства, и, соответственно, существуют предпосылки для того, чтобы государство более активно включалось в этот процесс и старалось это неравенство сглаживать. Как в то время, в Советском Союзе, понятно, теоретики, критикуя капитализм, указывали на то, что у него ограничены цели, связанные с максимизацией прибыли, однако наступает время, наступают и материальные предпосылки для того, чтобы человек мог развиваться всесторонне, гармонично, и, соответственно, экономическая система должна создавать для этого условия. Сейчас также в разработках теоретики 4 промышленной революции говорится о том, что уже нужно отходить от узкого подхода максимизации ускорения экономического роста, соответственно, должны быть более широкие критерии качества жизни, связанные с улучшением условий труда, связанные, например, с улучшением экологической установки в экологии, условий жизни, и так далее. И это касается, в частности, например, эстетизации труда, улучшения бутрофирменных отношений. В работах советских экономистов много говорилось об этом, и даже, можно сказать, уходили в такие детали, как зарядка на производстве, как должно быть обустроено рабочее место. Сейчас все-таки это далеко не главный вопрос, но, например, появляется такой подход стейк-колдер-капитализм, согласно которому работники, как минимум, должны иметь больше прав в управлении. В целом, наша эпоха характеризуется небывалым ростом информации, современному человеку порой трудно ее перерабатывать, и, соответственно, это в целом меняет образ жизни человека, выставляет его постоянно ориентироваться в информационной среде, и это может быть риском также и манипулирования со стороны тем, что эту информацию распространяет. Это было сказано еще в середине прошлого века, но сейчас с распространением интернета, наверное, это действительно появилось в наибольшей степени. Ну и, наконец, заключая этот аспект, в целом, такое резюме можно сделать, согласно которому, по которому можно сказать, что рыночная система на новом научно-техническом этапе будет подвержена все большим дисбалансам, как на рынке труда, как на рынке благ, как и в целом в системе отношений производства науки и образования, и, соответственно, существуют предпосылки роста роли государства. Об этом говорилось опять же в разработках теоретики четвертой промышленной революции. В работах советских экономистов здесь больше фронтально критиковался капитализм, он критиковался, может быть, слишком жестко, в результате это привело к тому, что в этих оценках были упущены, собственно, недостатки социализма и упущены все-таки механизмы адаптивности капитализма, но, тем не менее, по многим направлениям, по которым капитализм критиковался, как раз капитализм вынужден был включать нерыночные элементы для того, чтобы эти противоречия разрешить. Отмечу коротко те положения, которые все-таки сейчас уже подзабыты, но, тем не менее, советскими экономистами были освещены, отдельно они выделялись и, с моей точки зрения, они, естественно, при определенной ревизе, при определенной адаптации могут быть актуальны, используемые в наше время. Например, хочется сказать о том, что, когда мы говорим о последствиях технологической революции, очень опасно прибегать к такому примитивному технологическому терминизму, например, когда говорят, что вот мы создадим роботов, эти роботы нас подчинят и так далее. На самом деле, если нас кто-то подчинит, то нас подчинит общественная система, в которой эти роботы будут развиваться. и, казалось бы, марксизм часто упрекают в том, что он такой слишком детерминированный производительной силы, детерминирует производственные отношения, но в рамках этого направления как раз взгляды другой стороны критиковались за технократизм и за невнимание к проблемам общественной системы, в которых теперь иные технологии себя реализовывают. Советскими экономистами притекался еще капиталистический порядок с той точки зрения, что крупные компании монополии с одной стороны заинтересованы в развитии технологий для повышения производительности труда, но в то же время за счет институтов частной интеллектуальной собственности, за счет того, что иногда выгодно придерживать технологии, то есть, чтобы, например, полностью реализовать товар, основанный на предыдущей технологии и только потом внедрять следующую. Соответственно, в этом виделось противоречие частной формы, частной собственности на таком, на новом технологическом этапе. Ну и проблемы интеллектуальной частной собственности, но в целом проблемы передачи знаний остаются актуальными. Можно, например, вспомнить ситуацию с ковидом, когда, по сути, страны решили отдельно в своем кругу разрабатывать вакцины. В конечном счете вакцины были разработаны, но возможно, скорее всего, вернее, если бы страны не вступали в такую гонку вакцин, а объединили бы свои усилия, то, вероятно, вакцины появились бы раньше. Но некоторые моменты я пущу, отмечу еще только такой фактор, как труд, как потребность. Сейчас важно отметить то, что действительно у нас появляются новые мотивы к труду. На новом технологическом этапе растет, поскольку растет значение творческого труда, появляется больше возможностей для реализации творческих работников, а у творческих работников в силу характера их труда, в силу их особенностей, существуют не только денежные мотивы, но и важные мотивы самореализации. Соответственно, труд становится потребностью, и важно развивать экономическую систему в том русле, чтобы эта потребность могла быть реализована. Я выхожу к концу, но все-таки хочется сказать коротко о постсоветской школе критическом арксизм. Здесь, помимо того, что было разработано еще в советском периоде, то, что было заимствовано и развито. Я бы отметил, во-первых, большую детализацию при разборе социальной структуры современного капитализма. В частности, выделяются отдельные протоклассы, что является, вообще говоря, очень важным вопросом, поскольку незаметно, может быть, у нас так сармируется рынок труда, что прежние отношения устареют. В частности, это касается развития прикарных форм занятости со всеми плюсами и минусами. Это касается появления такого протокласса, как социалят, то есть, это работники творческого труда, которые действуют в некоммерческой сфере. Но среди главного в советской школе критического марксизма я бы отметил исследование позднего капитализма как особой категории, которую авторы, в частности, Александр Владимир и Андрей Иванович Полганов выделяют. Это стадия развития капитализма, на котором сам капитализм не может устойчиво воспроизводиться без активного внедрения рыночных началов. И тем самым происходит специализация капитализма. Это касается, например, обеспечения бесплатного образования, здравоохранения, касается сращения государства и частных компаний при реализации таких и крупных и наукоемких проектов и так далее. То есть здесь важно зафиксировать то, что новые технологии по сути вероятно главным образом перевели капитализм в новую его стадию, когда он уже развивается не только на собственной основе, на собственной вытки воспроизводства. И последний слайд. Собственно, слайд с выводами какой уроки современности, то есть вторая часть заголовка, он связан собственно с тем, что мы можем извлечь из исследования экономической мысли по этому вопросу. Но прежде всего важно сказать о том, что история показывает нам примеры изменчивости в целом теории. Я хочу это отдельно проговорить, потому что зачастую, когда у нас используются какие-то концепции, часто это свойственная концепция мейнстрима, которые иногда позиционируются как универсальные вне времены, но по факту те или иные теории являются приходящими, поскольку меняется экономическая реальность. И в данном случае мы видим развитие теории, очень тесно связанных с экономической реальностью, в частности, в данном случае технологиями. и на данном этапе, на этапе системных трансформаций в сфере технологий, которые ведут к системной трансформации всей экономической системы производственных отношений в своей основе, именно фундаментальные теории, связанные в частности с разработками политической экономии, именно эти теории сейчас с моей точки зрения становятся более актуальными, поскольку они позволяют переосмыслить исторические процессы и показать новое системное качество, новые связи в новейшей системе производственных отношений. И в этой связи можно сказать, что в целом очень невероятно то, что произойдут такие перетурбации в структуре экономического экстрима, больше внимания будет уделено концепциям, обращающимся непосредственно к отношениям между людьми, то есть, например, институциональной концепции, и тем самым будут более развиты, более популярны теории, которые ныне являются гидрадоксальными. И последнее предложение, что касается не теории, а развития самой экономической системы, с моей точки зрения, вот такой исторический опыт последних десятилетий говорит о том, что и дальше при развертывании научно-технической революции, при развертывании четвертой промышленной революции будут происходить дальнейшие процессы социализации капитализма, которые и дальше будут вероятно подрывать такой основной закон воспроизводства капитализма на чисто рыночных критериях. То есть, экономика будет становиться все более смешанной, все более социализированной. На этом я могу завершить. Спасибо. И на последнем слайде, если кого заинтересует, мои публикации по теме. спасибо большое, Глеб Андреевич. Извините, задержки небольшие. Нет, нет, это не страшно. Но, коллеги, значит, давайте мы зададим вопросы Глебу Андреевичу, чтобы более ярко выделить какие-то черты темы, которые, безусловно, актуальны, интересуют нас всех. Я правильно понял, что вы прослеживаете параллельно динамику экономической реальности и динамику экономической мысли. Мысли – это, видимо, теория, или это иной смысл? Мысли – это более широкое понятие, но в основном я сосредоточусь на экономической теории и на соотношении изменения экономической реальности, изменения теории, то есть взаимосвязи реальности и теории, то есть вопросу, почему теория эволюционирует, в частности, в средстве технологических изменений. Ну вот тогда такой вопрос. Мы говорим о научно-технической революции, которая была в предшествующий период и сейчас протекает, видимо, более активно, а соответствующие изменения в пространстве экономической теории не можете высказать, как они, как можно ли было бы их охарактеризовать такими же емкими словами. Ну, если говорить максимально коротко, то я бы сказал, происходит переход от более абстрактных теорий, в которых меньше, скажем, отражается специфика человеческих отношений, например, внутри предприятия, и происходит большее внимание к непосредственно таким отношением людей между собой возможно к экономическим стимулам, то есть, например, все больше Нобелевских премий стали получать институционалисты, большое внимание получает поведенческая экономика, то есть, то, что на стыке может быть даже экономики и других социальных наук больше обращается непосредственно к человеку. Если коротко, вот такую эволюцию я бы так сетей. Хорошо, спасибо. Да, еще один вопрос у меня был, я уже задумывал. Вот вы сказали, что сейчас одним из основных движений является укропнение производства. Это относится к сегодняшнему периоду или к иному? Касательно сферы высоких технологий, да, это касается последних 10-15 лет, например. Тогда роль стартапов не заслуживает существенного внимания. Да, она заслуживает внимания, но я бы сказал, что в последнее время усиливается тенденция к тому, что, например, появляется перспективный стартап, и он появляется с целью не развиться в какую-то крупную компанию и расширить производство, а многие создатели этих стартапов ориентируются на то, чтобы их просто поглотило, купило за хорошие деньги крупные компании. Сами крупные компании, можно сказать, сверху вниз смотрят, и его можно поглотить. Естественно, бывают исключения, это не универсальное правило, но в целом наукоемкое производство больше сенсорировано в крупных компаниях, и это часто подтверждается, например, долей патентов на одного работника в этих компаниях, финансовыми показателями компаниях. Если вы говорите о нерыночных началах экономики, что вы имеете в виду? Можно к этому отнести любое влияние государства, которое подрывает естественный ход теоретического воспроизводства. К этому можно отнести, например, бюджетную поддержку сферы образования, здравоохранения, то есть социальную сферу. К этому можно отнести и перераспределение доходов, то есть, например, прогрессивное налогоположение, по сути, это нерыночное вмешательство в рыночный процесс распределения. А почему вы относитесь к нерыночным? Ведь, если вы прочтете любую теорию рыночной экономики, ну хотя бы Линвова, и вы читали такую книжку? Именно это я. Вы считали, что такое рыночная система, такая книжка есть. И там государство является частью рыночной системы. И в том числе и образование. Почему вы считаете, что рыночная система – это только рынок? Это иллюзия, такого нигде нет. И в теории этого нет. Ну, в данном случае я приведу классическое экономическое определение рынка. То есть, что такое рынок – это два необходимых и достаточных условия. Это, с одной стороны, обособленность производителей и, с другой стороны, разделение труда. То есть, если, например, у нас снимается разделение труда, но сохраняется обособленность производителей, то, по сути, это экономика натурального хозяйства. Если у нас есть разделение труда, но нет обособленности – это, скажем, плановая экономика Советского Союза. И можно привести такой не совсем стандартный пример. То есть, сторонники неаустрийской школы, которая считается наиболее либерально ориентированной, они как раз стараются сближать, как говорилось, основать дороги к рабству, то есть, в частности, перераспределительные деятельности со стороны государства. То есть, нарушение вот этого процесса – свободы воли отдельных производителей, свободы распределения конечных доходов и так далее. То есть, я бы сказал, есть исходное рыночное отношение. Оно является господствующим, но, тем не менее, государство, являясь частью, можно сказать, в широком смысле рыночной системы, но, тем не менее, оно подрывает вот это исходное рыночное отношение, связанное с обособленностью производителей, свободным, скажем, ценообразованием и так далее. Вы считаете, что экономия от масштаба – это феномен, который возник 20 лет назад примерно, да? Нет, он возник еще раньше. Когда он возник? Он возник, по сути, с тех пор, когда стали появляться любые крупные производства. А когда стали появляться крупные производства? В массовом масштабе, я бы сказал, они стали появляться в конце 19 века, но, в принципе, исторически… А в начале 19 века не выстремли крупные производства? Ну, в то время они занимали существенно меньшую долю в общественности и производстве. А что, царские фабрики, которые были в конце 18 века, они что, это что, веретены что-ли были? Ну, я бы в данном случае сравнил под крупным таким производством. Например, те вложения, которые появились уже ближе ко второй половине 19 века, когда стало развиваться крупное железнодорожное строительство, когда уже на этапе второй промышленной революции образовалась металлургия, транспорт. То есть, возникла, собственно, конвейерная экономика. То есть, производство основано на тех технологиях, которые как раз в полной степени позволили реализовать эффект от масштаба. Ну, хотя, конечно, можно провести параллели. Например, даже сельскохозяйственное производство в Средневековье там, наверное, тоже имело место эффект масштаба. Но, тем не менее, именно ближе к концу 19 века уже появлялись тенденции крупнения производства. А сейчас, если мы говорим о последствиях научно-технической революции, то эффекты масштаба в крупных компаниях проявляются в том числе за счет того, что они могут позволить себе концентрировать в руках достаточные финансовые ресурсы, достаточный уровень технологий. И, соответственно, за счет этого в целом на более высоком уровне осуществляют воспроизводство. Ваш тезис – капитализм не может производить мегапроекты. Это взаимностный тезис? Ваш тезис викулятивный или ваши результаты исследований реальных проектов, которые делаются в период капитализма? Какой источник этого тезиса? Насчет мегапроектов – это использовано положение советских экономистов, которое как раз в том разделе, в котором положение советских экономистов расходится, например, с теоретиками четвертой промышленной революции. Это уникальное положение советских экономистов. Но касательно его реализации, я бы сказал, что в этом плане действительно с советскими экономистами произошло некоторое преувеличение. То есть, политика капитализма в данном случае была избыточной. Но в то же время, и в пользу этого аргумента есть примеры из практики. Например, возьмем корпорацию Илона Маска. Только недавно она стала получать прибыль, а раньше, по сути, это был союз государства, который обеспечил технологии в космической отрасли, предоставил и разрабатывал с частным капиталом Маска совместный проект. То есть, это такой отдельный пример. Но в целом растет роль государственного частного партнерства в каких-то крупных проектах. И в отчасти это можно сказать о том, что крупному капиталу, но частному, иногда действительно трудно вкладываться в что-то более рисковное, что-то более масштабное, с долгосрочным горизонтом планирования. И поэтому, хотя технологии как раз требуют именно таких проектов, и в этом процессе государство тоже начинает играть активную роль. А ваш тезис «Монополии искусственно сдерживают развитие технологий» – это ваш тезис? Или вы просто на что-то ссылаетесь, но вы с этим согласны, не согласны? Или это результат исследования, как реально проводить свою деятельность монополии? Каков источник этот тезис? Это тоже тезис в советских работах, которые при этом не разделяются, например, современными западными исследованиями. Ну, я именно по этому аспекту внимательно не изучал предмет. То есть в данном случае я указал просто на различия в подходах. Но если все же сказать об этом, хотя я, опять же, специально это не изучал, и в полной мере я не могу себя назвать компетентным. И зачастую пример, как считается классической компании Apple, то есть технологии, которые внедрены в последнюю модель, в принципе, они были доступны и раньше. Но с маркетинговой точки зрения было выгодно сделать промежуточное звено между современным уровнем модели и экономически выгодно было выпустить модель на промежуточную. Хотя технологии для более высокой модели были доступны уже тогда. Но это я полностью не настаиваю, но тем не менее, я считаю, часть истинного это тоже есть. Спасибо большое. Сергеич, может, еще кому-нибудь дадим? Ну, если... Я могу высказать выступление. Можно не задавать вопрос. Выступление? Конечно, нет. Ну, конечно, нет. У меня много вопросов, но если у нас время ограничено, вопрос, мы закончим. Я думаю, что надо дать другим. Так, коллеги, у кого еще вопросы есть? Владимир Абрамович? Да, Яковлева? Наталья? Наталья Геннадьевна? Да, да. Пожалуйста. Спасибо большое. Мы с Глебом Андреевичем коллеги по Институту экономики Российской академии наук и Центром маркетингового цвета Лосовского бутета МГУ. Но, тем не менее, вы правильное место нашли, чтобы задать ему вопросы. Да. Да. Здесь вы будете поняты. Глеб Андреевич, опять-таки, спасибо за доклад. Интересно, информировано. И, наверное, действительно, что у него времени недостаточно, так, чтобы прослушать здесь, еще надо подумать, прийти домой и поразмыслить. У меня вопрос такой. Может ли современный этап научно-революции, назовем его Четвертой промышленной революцией, стать эволюционным толчком, а может быть, переходом к посткатерестическому обществу? И, может быть, подскудный вопрос. Какие можно привести конкретные примеры из сегодняшней жизни, когда научно-революция современная является основой зарождения посткатерестических отношений? Вот в современном мире, в современном мире. Ну, я бы сказал, касательно примера, дискуссию, которая развернулась касательно безусловного базового дохода. То есть, по сути, в чем идея? В том, что мы достигли того уровня материального развития, когда, в принципе, если мы говорим о развитых странах, тогда, в принципе, даже работник, наименее, скажем, производительный, то есть, из наиболее бедных слоев, уже может позволить себе базовую потребность. И из этого делается вывод, а, собственно, почему бы не вести, безусловно, базовый доход, то есть, если все равно экономика может себе позволить обеспечить базовыми благами всех членов общества, то есть, почему бы не давать этот доход населению безвозмездно? То есть, это абсолютно антирыночное отношение, связанное с перераспределением продукта, но здесь, получается, каждый получает не от спродного продукта, а получает просто так. А из-за этого следует следующий вопрос. Если мы можем себе позволить выдавать базовый доход, то почему бы, чтобы не усложнять эту цепочку, почему бы не провести такую декомодификацию, то есть, почему бы не сделать часть базовых благ бесплатными? В Люксембурге, например, сейчас очень высокопроизводительной стране полностью бесплатный общественный транспорт городской. Появляется множество также бесплатных или практически бесплатных институтов, работающих на воспроизводстве человеческого потенциала, то есть, в частности, особенно в Западной Европе и особенно в скандинавских странах, можем говорить о многих бесплатных возможностях в бюджетных местах, в частности, в университетах, бесплатных программах переподготовки исследователей, бесплатном здравоохранении. И эти процессы, с моей точки зрения, имеют предпосылку к контенсификации, то есть, вот такие внерыночные элементы будут распространяться все чаще. Но вопрос, в какой степени это придет, вот эти количественные изменения придут к качественным, и можно будет поставить вопрос о посткапитализме, ну, здесь я ответить затрудняюсь, но с точки зрения материальной базы, если, опять же, возвращаться к классикам, то есть, считалось, материально-техническая база коммунизма, это те технологии, которые обеспечивают комплексную, полную автоматизацию и механизацию производства. То есть, человек сможет встать над производством. Ну, пока, наверное, о полной автоматизации говорить рано, но чем дальше этот процесс будет распространяться, тем, в большей степени, действительно, мы будем приближаться к модели, которые уже не капитализм с деформациями, еще не посткапитализм, но находятся где-то между ними. То есть, это уже возможно, наверное, в обозрительной перспективе двух-трех десятилетий. Галина Андреевич, а вот я хотел просто для уточнения своего понимания. Вы назвали систему капиталистической или рыночной, да, если обособлены все участники, и еще какой-то был второй признак. Разделение труда. Разделение труда. Вот если мы соглашаемся с целесообразностью этого имененного дохода, базового дохода, мы нарушаем какой из этих принципов? Обособленность или разделение труда? Или этих принципов недостаточно для характеризации капитализма? Ну, на этих принципах, если продолжать развитие экономической мысли, можно построить, например, трудовую теорию стоимости и вообще именовое отношение потребительной стоимости и стоимости. То, когда мы говорим о базовом доходе, то, по сути, здесь сам товарообмен исчезает. То есть, если мы говорим об этих принципах, об особенностях разделения труда, мы говорим о предпосылках создания товара. А товар, в свою очередь, является исходным пунктом капиталистических отношений. А когда мы говорим об базовом доходе, то здесь уже даже производства товара нет. Поскольку мы здесь говорим уже не об обмене товара и получении неких денег за этот товар, мы говорим о том, что даже вне товарных отношений происходит распределение благ. То есть, это как бы вообще по ту сторону. А то, что существуют налоги, когда агенты отчисляют часть прибыли фонд государства, это не нарушает принципы обособленности. Да, и можно сказать, что это нарушает, потому что фактически у производителей нет полной свободы производить свой товар, назначать свою цену и получать за это свой доход. Потому что, если, допустим, цену еще можно назначить, то часть у дохода придется поделиться. То есть, по сути, происходит как бы насильственное вмешательство извне в такой рыночный процесс. Получается, что у нас капитализма-то и нет настоящего. С этими налогами, с доходами. Ну, хорошо. Так, пожалуйста, коллеги. Вот у Невелева был вопрос, да? Да, Владимир Абрамович, пожалуйста, из Зазеркалья. Владимир Абрамович, вам слово. Алло, алло. Владимир Абрамович, вас не слышно. Микрофонщик уличите. Глеб Андреевич, большое вам спасибо за очень интересное ваше выступление. Но мне хотелось бы вам все-таки задать три вопроса. Значит, первый вопрос, значит, при осуществлении четвертой промышленной революции возможно ли риски внедрения искусственного интеллекта? Пожалуйста. Я бы сказал, это не риск внедрения, а уже действительность внедрения искусственного интеллекта. И тут вопрос, кем и в какой мере он будет использован, он, скорее всего, будет использован, можно сказать, повсеместно. И это, по сути, есть основа научно-технической революции, то есть тотальное движение в сторону тотальной автоматизации. Да, но риски здесь возможны. Риски возможны. Имеется в виду, что происходит высвобождение рабочей стилы. Высвобождение рабочей стилы происходит. Да, то есть говорится о рисках безработицы. В исследовании 2013 года освордских экономистов даже писалось, что чуть ли не половина работников может быть заменена. Но с моей точки зрения этого не произойдет. Почему? Потому что, во-первых, все-таки автоматизируется не полностью, словно вся профессия, а автоматизируется ряд должностных операций. То есть полностью не выпадает работник из этой сферы. С одной стороны, с другой стороны. Я думаю, в рамках капитализма вот такая автоматизация все равно не будет планомерной. Почему? Потому что... Просто потому что капитал, вот те же технологии искусственного интеллекта, они сами по себе дорогие, и еще возникают риски их внедрения. Гораздо проще зачастую по старинке использовать дешевую рабочую силу и получать с этого гарантированную стабильную прибыль. То есть с технологической точки зрения пространство для внедрения искусственного интеллекта, оно выше, чем с экономической в рамках рыночной системы. Поэтому, я думаю, сам рынок не позволит создать ситуацию такой высокой перманентной безработицы. Ну и, собственно, в предыдущих исторических эпохах так и было. То есть структурное безработице, оно всегда носило временный характер, и, в принципе, не было такой массовой проблемы, которая была бы неразрешима в течение продолжительного периода. – Вопрос. – Вы сказали, что труд – это как потребности, да? Ну, а что бы, можно сказать, по трансформации спроса на рабочую силу в условиях цифровой экономики? Будьте добры. – Да, вот это очень важный, хороший вопрос. То есть с точки зрения труда как потребности здесь, ну, как бы, границ нет. Ну, естественно, есть там граница, что человек, не все люди, не в бесконечном масштабе могут заниматься каким-то творчеством, искусством. То есть, в принципе, ограничения предложений есть, но, в принципе, вот эта граница, она находится довольно далеко. Но с точки зрения спроса этих ограничений гораздо больше. Хотя бы по той простой причине, что, ну, вот условно, если появится возможность, чтобы 100 человек в свободное время, скажем, фильмы снимали, то, скорее всего, смотреть будут все равно лучшие фильмы, то есть фильмы, которые из этих 100-10 человек делают. И фактически спрос на этот творческий труд будет лимитированный. Ну, здесь действительно для рынка спрос на творческий труд он ограниченный, в том числе за счет того, что, возможно, выгоднее будет, чтобы наиболее квалифицированная рабочая сила использовалась по максимуму. И это лучше, чем, например, то есть, например, лучше один наиболее условно творческий работник, лучше из него выжать все соки, чем распределить эти задания между двумя людьми, которыми обладает менее творческим потенциалом. И в этом есть ограничение спроса на творческий труд со стороны рынка. Однако, если ставить задачу не только следованию рыночным критериям максимизации прибыли, в частности, а более широкий критерий качества жизни, то как раз задача будет обеспечивать максимально широкую творческую самореализацию людей. – И, наконец, третий вопрос. Вы говорили о необходимости трансформации производственной функции Коба Дугласа, да? Я понял, да? – Да. – Я бы сказал, да-да, я об этом скажу отдельно. – Да-да, значит, в этой связи, значит, вы поддерживаете применение моделей Харана Домара? – Ну, да, я бы сказал, нет, не знаю, я насчет моделей Домара, я бы сказал, что… – Харана Домара! – Да, я бы сказал более общо, я бы сказал, что… То есть, в чем, условно, проблема, просто для примера, проблема функции Коба Дугласа. Потому что, с точки зрения математических вычислений, которые из нее следуют, получается так, что есть отдельно капитал, условно, с индексом альфа, параметр труда с индексом единицы минус альфа. То есть, по сути, капитал и труд взаимозаменяемы, и есть вот функция тривой производной из-за кванты, в частности, где происходит как бы негласный выбор между капиталом и трудом. Но, с моей точки зрения, такая функция, она лучше описывает, такая модель лучше описывает экономику предыдущего периода, когда действительно, например, по мере развертывания промышленности… – Вот вопрос, вот так вот, чтобы было вот это. – По мере развертывания, например, промышленной революции, действительно, у капиталиста стоял выбор, вести ли новую машину, чтобы она заменила труд двух работников, или не вести, и постоянно приходил такой выбор. Но на современном этапе, на этапе, когда наука становится непосредственной производительной силой, фактически эти параметры, они не взаимозаменяют друг друга, они переплетаются. То есть научное знание, оно постоянно приходит не где-то сверху и как-то внедряется в производство, оно само в себе, те же прикладные исследования реализуются внутри производства. – И это знание, технология, то есть буквка «А» условно, она уже как бы живет внутри, во-первых, указать параметры труда, поскольку работник высок квалифицированный, работник творчества труда, он уже себя включает как бы достижение этой технологии. И капитал в то же время включает в себе эту технологию, то есть в том же станке веществлено научное знание. И в то же время капитал и труд, вот эти параметры, они как бы тоже не отдельно предустоят друг друга, они тесно взаимозависимы, поскольку нетворческий работник не может реализовать свою идею. – Из материального приложения, то есть можно разработать технологию, но из умного станка ничего с ней не сделаешь. И условно-умный станок требует для своего функционирования, для постоянного производства, вот это использование творческого труда. То есть, по сути, вот эти параметры модели, они как бы не взаимозаменяют друг друга, они вплетаются друг к другу. И в этом плане, как бы такое разделение капитала, труд, технологий, оно становится несколько искусственным. То есть, вот это была, в этом была быа критика, при которой я опираюсь тоже на советские подходы. – Спасибо. – Так, хорошо. Коллеги, у кого еще вопросы, пожалуйста? – Георгий Борисович, есть вопросы. – Да, пожалуйста, Олег Борисович Ворогинский. – Да. Скажите, пожалуйста, согласны вы с таким мнением, что в 1985 году в Советском Союзе фактически был построен социализм? – К это 1985 году или в 1985 году? – Вот к этому времени был построен социализм. – Ну, вопрос дискуссионный, но я бы назвал ту систему, как использовал термин Александр Демридж Бузгалин, мутантный социализм. То есть это точно не капитализм, это не какой-то другой из известных способов производства, но в то же время это социализм, который существовал не на той материальной основе, которая более органично присуща посткапиталистической системе. То есть не было еще тех материальных предпосылок для того, чтобы социализм воспроизводился на своей адекватной ему собственной основе. И поэтому все-таки это, наверное, социализм, но социализм деформированный, поскольку, опять же, он на уровне производственных отношений не соотносился с теми производительными силами, которые были в тот момент. – Ну, хорошо. – Группа советских ученых, а также специалистов из социалистических стран, разрабатывали программу создания, развития нашей страны как демократической страны, по примеру, целого ряда стран. Вот, но, к сожалению, история так распорядилась, что мы пошли по совершенно другому пути. – Так, значит, вы что-нибудь прокомментируете, Глеб Андреевич? – Это не вопрос, это не вопрос. – Да, не вопрос. Ну, хорошо. Значит, тогда, пожалуйста, Тертирян Александр Сергеевич, задайте вопрос, а потом коллега Варакин, Денис Николаевич. – Вы говорили о качестве жизни населения. – Говорили о качестве жизни населения. Что вы включаете? Я задам, как бы, уточняющий вопрос. Качество жизни – это благосостояние плюс праведливое общество. Вот так можно воспринимать развитие в сторону качества жизни? – Ну, здесь я, когда говорил о более широких критериях качества жизни, я имел в виду все параметры качества жизни, которые не являются, скажем, целевой функцией капиталистического воспроизводства. То есть, помимо роста материального благосостояния, это может касаться, например, благоприятной экологической среды, благоприятных условий жизни в соответствующем населенном пункте, безопасность, скажем, низкий уровень преступности, благоприятная экологическая обстановка, благоприятные условия труда, которые позволяют, опять же, творчески самореализоваться. То есть, те параметры, которые определяют реальный уровень жизни и, в том числе, субъективное восприятие качества жизни, но которые не сводятся к показателям доходов, прибыли и так далее. – Но этот вопрос, Александр Сергеевич, касается справедливости. Включается в качество жизни или не включается, по-вашему мнению? – Ну, справедливость, само в себе понятие, оно сложное. Я бы сказал о том, что включается, например, в таких показателях, как уровень неравенства. То есть, если, например, в стране высокий уровень неравенства, то большая часть населения, даже если общий уровень потребления высокий, будет на себе испытывать неблагоприятные явления этого неравенства. То есть, в частности, например, эмпирически, в целом, есть такая закономерность, что в странах, где высокий уровень неравенства, там высокий уровень преступности. Соответственно, большая часть населения будет на себе хотя бы косвенно испытывать вот эти параметры тоже. Есть, например, в экономике счастья, парадокс Истерлина, говорящий о том, что по мере достижения определенного уровня дохода, уровень счастья перестает повышаться. Но здесь есть оговорка, связанная с тем, что за счет чего так происходит? Во многом за счет того, что люди, даже если живут лучше, и они видят, что кто-то живет еще лучше, от этого их уровень счастья падает. И дело здесь не только в зависти какой-то, а в том, что происходит сильно субъективное осознание какой-то несправедливости, если, например, происходит чрезмерная концентрация дохода. Так, а вот теперь давайте к следующему вопросу перейдем. Уровень несправедливого распределения доходов. Что вы предлагаете для того, чтобы этот уровень несправедливого, эти диспропорции, короче говоря, сгладить? Можно спросить вот так вас лично? Вообще-то это немножко выходит за пределы дохода. Ну, я могу ответить. Ну, хорошо. Ну, наиболее стандартный подход, это подход, который был использован, сейчас стало использоваться, как называемое, государство всеобщего благосостояния еще в середине прошлого века, это введение прогрессивного налогообложения, которое, по факту, снижает уровень неравенства. Но на современном этапе я бы, помимо этого, потому что я считаю, что уже налоговые инструменты, они практически исчерпаны, поскольку, но повышать еще больше налогов, это уже, если мы говорим, например, в скандинавских странах уже, по сути, некуда. Прогрессивный налог не предполагает повышение налогов, а предполагает выравнивание налогов. Кому-то, кто-то больше, кто-то меньше. Не, ну, имеется в виду, что... Те, кто больше всего платил, может быть, и не будут, но их-то затронет, это самую верхушку, но остальных это не затронет. Не, ну, да, то есть я хочу сказать, что, например, если повысить максимальную ставку прогрессивного налогообложения, то, в принципе, пределы этому уже достигнут. Но как можно еще выровнять неравенство за счет вот такого метода, как тот же, безусловно, базовый доход? Но, опять же, он может быть выражен не в монетарной форме, то есть за счет раздачи средств, а за счет большего внедрения общественных благ, которые распределяются, возможно, не по товарным пределям. То есть, например, ну, может быть, условно, часть продуктов может быть, может субсидироваться или распространяться в перспективе, а может, в офисе бесплатно. Общественный транспорт может быть бесплатный и так далее. Хорошо. Так, пожалуйста, значит, Александр Сергеевич, вы задали вопросы, да. Я думаю, уже все равно покончено. Нет? Ну, нет, вы продолжаете работать и жить. Мы не можем сказать, что с вами покончено, но вопросы нужно передать другим. Например, Варакин, пожалуйста, Дмитрий Алексеевич, можете прочитать? Да, я тогда попробую озвучить, потому что этот вопрос поступил в чате, и оттуда вот сейчас зачитаю. Спасибо за великолепный доклад. Мой вопрос. Как считаете, возможно ли реализация идеи конвергенции и социализации капитализма при нерешенном противоречии между трудом и капиталом, явлениями с утверждением труда и только лишь через включение в управление работников? Несколько еще. Наверное, стоит прислушаться Хареку. Мегапроекты в социализме, да, но какой ценой? Спасибо. Да, ну, касательно мегапроектов, ну, мегапроекты действительно могут реализовываться и внутри стран с капиталистической экономикой, но со все большим фактическим включением государства на всех уровнях, начиная от поддержки фундаментальной науки и образования, которые позволят реализовать крупный проект, грубо говоря, полет на Марс. То есть для этого нужно включение огромного числа отраслей, для этого нужна большая вертикаль, начиная от фундаментального образования, заканчивая непосредственным внедрением каких-то технологий, скажем, тот же космический корабль. И такой масштаб задач, он требует больших положений, требует долгосрочного планирования, требует координации, и частный капитал самолично, вряд ли на регулярной основе может такие задачи решать. И в итоге активным участником этого процесса становится государство, которое, в частности, сливается с этим частным капиталом. Насчет возможности дальнейшей социализации капитализма противоречия между домом и капиталом. Я думаю, что пределы социализации капитализма есть, они еще не до конца нащупаны, не до конца исчерпаны, но я согласен с тем, что в какой-то момент уже невозможно будет искусственно вмешиваться в капитализм, не подрывая его основы. То есть менять капитализм, но вмешиваться в капитализм, но сохраняя его основной суть. Когда этот предел будет достигнут, соответственно, будет выбор либо подрывать основное капиталистическое отношение, либо остановить этот процесс. И я думаю, что более вероятен путь, когда еще немного времени пройдет по этому пути, дальше как раз человечество встанет на развилки, и, возможно, на этой развилке она будет стоять очень долго. Коллеги, есть еще вопросы? У тех, кто их не задавал? Нет, тогда спасибо большое, Глеб Андреевич. Да-да-да, нет, не в чате, а мне. Да, ну личный вопрос еще от меня. Скажите, Глеб, правильно ли я понял, что ваш доклад носил такой обзорно-рекомендательный характер с некими гипотезами? Или вы провели некое научное исследование, в результате которого получили некий определенный вывод, который решил определенную научную проблему? Или все-таки первый вариант? Или все-таки некая проблема стояла, вы ее решили, и, ну, может быть, она так не прозвучала, но за скобками осталась? Или все-таки это такое вот обзорно-рекомендательное исследование носит характер? Скорее, это исследование, характер исследования состоял в том, чтобы определить, во-первых, эволюцию закономерности развития экономической теории касательно данной проблемы, прогностический потенциал отдельных теорий и, соответственно, и взаимосвязь, собственно, экономической реальности и экономической теории в данном вопросе, а также вопрос возможности использования наработок прошлого применительно к современности на той основе, что характер научно-технической революции в то время был во многом схож с тем, что происходит сейчас. Спасибо большое. У меня вопрос, Георгий Борисович, последний. Сергеевич, один вопрос? Да, конечно. Или как водится? Глеб, скажите, пожалуйста, какое изобретение или набор изобретений стали драйверами четвертой промышленной революции? Ну, можно, например, привести... Нет, не например, а что явилось реально драйвером четвертой... Не чья-то точка зрения, а что, к примеру, четвертая промышленная революция – это реальность. Что послужило драйвером для этой реальности? Какое изобретение? Ну, если конкретно говорить, на уровне химии, скажем, это графен. Что? Графен. Графен. На уровне биологии... Графен. Графен на тишине применяется. Как же это пророчный революция? Речь идет о технологии обработки материала, которая в целом позволяет на... ну, фактически на наноуровне обрабатывать материалы на новой основе. И на этой основе, например, могут появляться... Ну, вернее, уже появились, но могут дальше распространяться 3D-принтеры, например. То есть... А 3D-принтеры означают то, что уже, в принципе, как производство становится... Глеб, мой вопрос заключается не о намерении, а не заявке, о реальности. То есть 4-я промышленная революция с вашей точки зрения это реальность. Она уже произошла. Она распространяется. Она в начальном этапе. Она распространяется, но произошла. Значит, графен – это вот и есть то изобретение, с вашей точки зрения, которое ставило драйвером 4-й промышленной революции. Правильно? Кроме этого можно еще назвать создание квантовых компьютеров, то есть компьютеры, которые могут... Да, и квантовые компьютеры. Квантовые компьютеры на уровне биологии, я бы сказал, ну, это не изобретение, это просто научное открытие, это расшифровка ДНК на уровне нейронаук. Здесь я... Может быть, ДНК. Ну, считай, на уровне нейронаук, в принципе, я отдельно все-таки скажу, что, по сути, уже на совершенно любом уровне исследуются процессы мозга и можно, например, зачастую уже предсказывать, например, какое решение примет человек за несколько секунд до того, как он его озвучит, по сути, сканируя его активность мозга. Спасибо. Да. Спасибо большое, Глеб Андреевич. Садитесь, пожалуйста. Теперь, коллеги, кто бы хотел высказаться? Спасибо. Либо онлайн, либо оффлайн, либо посреди. Александр Сергеевич, я теряю. Пожалуйста. Только кнопочку надо нажать. Я хотел бы не согласиться с вами по поводу того, что максимальные налоги уже как бы достигнуты и дальше повышать эти налоги. Невозможно, я имею в виду, физических лиц. Вот я пока вот этого куска нашего общения затрону. Совсем дело стоит не так. Значит, во-первых, я хочу, что хочу сказать. Абсолютно очевидно, что единственный системный подход для решения задачи раскопочения творческой активности массы, которую вы, наверное, имели в виду, когда свой доклад делают, это максимально полное раскрытие полезного потенциала каждого человека. Для достижения этого необходимо, чтобы каждый человек понимал, что страна, в которой он живет, стремится к построению справедливого общества. Но это пока общие слова, потом я конкретизирую. И для того, чтобы он понимал, руководство должно, во-первых, в случае услуги не продеплорировать о том сожрублении, строить справедливое общество, а во-вторых, данная декларация должна быть подкреплена практическими делами, в частности, справедливое распределение материальных властей. Что означает справедливое распределение материальных властей? Оно означает хорошо известному раннюю пресоциализму, о котором мы много говорили, отказу по способностям, каждому по полезности. Я немножечко перефразирую. Там было отказу по способностям, каждому по труду. Как-то так. По потребностям. Да, а тут отказу по полезности. Справедливо, справедливый принцип. По потребностям. Было так, да. А теперь каждому по полезности. Вот так формулирую. От каждого по способностям, каждому по полезности. Справедливо, справедливо. Но теперь уже нужно строить на новом, более высоком, на научном, математическом уровне том же. В чем заключалась, кстати, один из минусов социализма? То, что была в какой-то степени уравниловка в обществе. И эта уравниловка тормозила. Так, кстати, будет тормозить вот этот базовый доход, потому что он получен не благодаря какому-то вкладу, а просто потому, что ты существуешь. И это уже есть, по-моему, несправедливо. Значит, что значит от каждого способностей, каждому по полезности, но теперь на более высоком, научном, не как по социализации, научном, математическом уровне. Сам принцип прост. Кто больше принес пользу, тот больше получит, но в меру. Эту меру, есть, существуют меры, с моей точки зрения, вот я ее разработал, которые, которые, эту меру, которую должен получить каждый человек, она вполне определена. Все по порядку тебе. Кто нам необходима? Нация для устойчивого развития экономики. Ведь мы, в принципе, хотим достичь развития экономики нации, хотя говорим в общих чертах, да? Для этого необходима внутренний механизм развития. Кто является главным внутренним механизмом развития? Конкуренция. Существуют ли у нас конкуренции? Я говорю о России, не в истории, не института. Кто существует ли у нас конкуренция? Не существует. Следствием этим является некомпетентность руководства на многих уровнях управления экономикой, что мы наблюдаем и о чем часто жалуемся. Но почему у нас нет конкуренции? Из-за провозки, существующей между богатыми и бедными, из-за отсутствия средних классов. Почему у нас отсутствует средний класс? Потому что вознаграждение распределяется несправедливо, опять же, возвращается. И это вознаграждение, которое должно принадлежать средним классам, средним социально-экономическим уровнем, отбираются у них группы самых богатых, потом уже пироговщие. Но существует ли справедливое распределение? Каково оно, самое рациональное расслоение? Известны ли оптимальные пропорции, по которым должны вознаграждаться каждый социально-экономический групп? Для недавнего времени такие пропорции не были известны. Теперь они есть, с моей точки зрения. Например, для пяти социально-экономических групп, равных по своей численности, такими пропорциями являются 4%, 12%, 20%, 28%, 36%. То есть 36% – это максимум, которым может обладать. И снимайте, пожалуйста, там и больше, в других странах, и больше снимается процент, по-моему. Но эти пропорции, они негармоничные. И поэтому не достигает своей цели. Вот этот налог прогрессивный, он не достигает своей цели, потому что у каждой страны свой, там порядка нет никакого. И в связи с этим, налоги прогрессивные, они не достигают цели выравнивания. Сейчас я покажу, в чем будет выравнивать. И, значит, 4, 12, 20, 28, 36, если на 5, как обычно в социологии делается. И теперь слово «справедливость» при распределении материальных благ. Ну, я касаюсь вот узкой материальной части, да, пока. Впервые приобретают конкретное числовое выражение. Вот конкретно. Таким образом, исходя из привезенных цифр, где тот предел дохода, выше которого самая богатая группа не может и не должна получать. А какова доля общего дохода, который получает самая богатая группа? 47 с лишним. 47,4. То есть, насколько больше своего потолка получает самая богатая группа, чем я и положу. На 11,4. Все очень просто. Все необходимо сделать. Спасибо. Для получения. Александр Сергеевич, да. Борьба с уравниловкой, борьба с дифференцировкой. Это очень важно. Где тут находится равновесие. И где, кстати говоря, как измеряется полезность, по которой должно воздастся каждому. Это тоже вопрос не такой простой. Но спасибо. Так, коллеги, кто еще хотел бы? Георгий Борисович, можно мне? Можно. Уважаемые коллеги. Пять минут. Да. Сегодня мы сослужили очень содержательное выступление Глеба Андреевича Маслова. Дело в том, что я знаком со многими работами Института экономики. В частности, с работами Маевского, Новицкого и других, уважаемых ученых, экономистов. В частности, с Ирдиной Кендлер. Но мне хотелось бы поделиться с вами некоторыми соображениями по данному вопросу. Безусловно, сегодняшнее выступление, оно весьма актуально, потому что в условиях цифровой экономики чрезвычайно важно учесть те преимущества, которые можно получить в результате эффективного использования четвертой промышленной революции и перехода к шестому технологическому укладу. Но здесь есть в чем опасность. Опасность заключается в том, что здесь возможны риски. Риски не только для развития производства, но и социальные риски, в частности, для здоровья людей. И вот эти вопросы, они представляют принципиально важными. Вот. И мне хотелось бы сказать, что, значит, здесь, значит, я уже задавал вопрос по поводу внедрения искусственного интеллекта, потому что, значит, разработана национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года, которая предусматривает широкие направления этого развития. И хотелось бы, чтобы в дальнейшей своей работе на это Глеб Андреевич обратил особое внимание. И хотелось бы еще подчеркнуть, о чем уже начал говорить Олег Борис, что, значит, я хочу сказать, что, значит, вот это, вот, когда мы говорим, когда и об этом и Оржиан Анатолий Сергеевич, что Татьяна говорит, что может принести эта четвертая промышленная революция для справедливого распределения материальных благ, для повышения уровня и качества жизни. И хотелось бы, чтобы наряду с качественными характеристиками, значит, больше было внимания уделено и количеством, количество характеристикам. Значит, и хотелось бы, значит, все-таки, чтобы, учитывая, учитывая, что вот именно развитие технологии, технологии производства, оно принципиально, принципиально меняет, меняет подход к развитию производства в российских отраслях промышленности, только хотелось бы обратить внимание Глеба Андреевича, чтобы он обратил на это особое внимание. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир Абрамович. Так, кто еще хотел бы, коллеги? Спасибо. Наталья Геннадьевна, есть желание? Есть желание? Есть. Предъявите в раскрытом виде, как говорится. Я хотела последнее слово взять. Ну, это сложно, знаете. Не получится. Да, это никто не знает, какое было последнее, предпоследнее. Давайте сейчас. Значит, что касается сегодняшнего доклада, я хочу сказать, что я наблюдала за работами Глеба Андреевича уже долгое время. И я хочу сказать, что сегодняшний доклад, он отличается тем, что, во-первых, несмотря на то, что он тему очень широкую взял, но у него чувствуется психологический подход, и этот психологический подход, конечно же, это марксистско-политическая экономия. Естественно, что прогресс производительных сил, он играет большую роль, и играл, в том числе, начиная с начального индустриального этапа развития капитализма. И Глеб, он не только рассматривает прогресс производительных сил и связь этого прогресса с развитием экономической мысли, экономической теории, но он еще исследует и производственные отношения, или, как можно сказать, социальные экономические отношения, то есть производительные силы, связки с производственными отношениями, и плюс социально-экономические последствия, как технологического прогресса, то есть прогресса производительных сил, и не только прогресса технологий, но он затрагивает и прогресс человека, потому что человек тоже превращается в основную производительную силу общества. Но он рассматривает еще и социально-экономические последствия и как трансформируется производственное отношение. Мне кажется, это очень такое ядро методологического подхода, в этом есть, вернее, стержень методологического подхода, он от него не отходит, но, несмотря на это, мы видели, что он рассматривает экономические школы все на протяжении, исходя из своей темы, естественно, научно-технического прогресса. И это очень важно проводить в параллели, действительно, и с советскими учеными, и с научной школой Советского Союза, в смысле, вот те ученые, которые следуют научно-технический прогресс. Почему? Потому что Клеп не зря сказал, что, вот отвечая на вопрос по социализму, был ли социализм 1985 года в Советском Союзе, дело в том, что, да, Советский Союз, наверное, проект, который не должен был состояться в то время, в том числе потому, что в России не было той материальной базы. Но именно в Советском Союзе на неимоверно низкой плохой материальной базе за 70 небольшим лет состоялся в том числе и научно-технический прогресс, который был на уровне западных капиталистических стран. И поэтому и сам этот прогресс, и его исследование советскими экономистами, это большой вклад в развитие и экономической науки, в том числе исследования научно-технического прогресса, как практики научно-технического прогресса, так и его исследования. Поэтому я считаю, что вот исследование Глеба Андреевича и его доклад, это весомый вклад в развитие как экономической теории в целом, так и вот практики, исследования практики научно-технического прогресса в разных социально-экономических системах. Спасибо. Спасибо большое, Наталья Геннадьевна. Конечно, мы должны тут вспомнить Александра Владимировича Пузгалина. И каждый докладчик, собственно говоря, мог бы это сделать, говоря о выступлении Глеба Андреевича. Так, коллеги, кто еще хотел бы? Да, пожалуйста, Алла Александровна Никонова. Ну, во-первых, меня немножко напрягло, я не стала задавать вопрос вам, но меня немножко напрягло вот это сопоставление в самом начале, когда вы говорили, что о сходности технологий советских и вот теперешних. Я немножко не поняла вот этот тест. Не суть важна. Мне заложилось впечатление, что вы, отрицая вот технический, технологический детерминист, все-таки как-то немножко следовали ему. Это мое впечатление. А вот оно возникло почему? В моем представлении общественное развитие двигается, ну, вперед, выше, дальше, глубже, в нужном направлении, когда все системы действуют в унисон. То есть помимо техники, технологий и даже науки есть еще вот составляющая немаловажная. Это отношение сторон, мышление сторон, культура, в том числе и в экономике, да, этика, как мы говорили, недавно Георгий Борисович. Вот хотелось бы, чтобы эта подсистема была сбалансирована вот с технической подсистемой. То есть тогда, как подвес, возможно, когда общественное сознание будет на уровне развития технологий. Вот в этом вот этапе. Недаром в университете, на экономическом факультете, напомните мне, Рифат, ОБЭП, новый предмет, о котором нам Александр Александрович Аузан сказал, ОБЭП. Общественная политическая как-то... Общественные проблемы экономической политики. Экономической политики, я слово политики, я говорю, политики, да. Общественные проблемы и экономическая политика. И экономическая политика, да. То есть насколько, насколько экономическая политика впирает, понимает, ну, интерпретирует те общественные проблемы, именно проблемы общественного развития, то есть гуманитарного развития. Для того, чтобы воспитывать людей социально обеспеченными, озабоченными, социально озадаченными. Вот этот момент отношений, он очень важный, и я артикулирую вот этот вопрос, чтобы параллельно с НТР не упускалась из вида культура отношений. Спасибо большое, Алла Александровна. Так, есть еще желающие? Да, я сейчас пару слов скажу. Да, прошу. Ваша пятеринутка. Да. Доклад, который мы прослушали, конечно, является отражением более такой крупной работы, которая не может быть нам представлена. Но Наталья Геннадьевна, которая в курсе дела, правильно объяснила, что в действительности работа построена на марксистской экономической теории. Это неплохо, на самом деле. И ничего против этого разразить нельзя. Жалко, правда, что докладчик... Микрофон. Ближе. Я просто боюсь. Ближе. Сейчас. Давайте так. Так, слышно? Слышно, да? Я тогда повторю. Значит, поскольку мы не можем знать всей основы большой работы, которая стоит за этим докладом, то нам, мне, например, очень помогла Наталья Геннадьевна, которая сказала, что это отвечает моему представлению о докладе, что доклад посуществовал некой вариацией марксистской экономической теории, но с некоторыми добавлениями, вероятно. И это верно. Ничего плохого нет на самом деле. Потому что и критика капитализма, в этом тоже ничего плохого нет. Ученые могут критиковать все, что угодно. Но когда мы категорируем что-то, что требуется прежде всего, как слышно? Слышно. Что требуется прежде всего, это хорошее знание, вот так, да? Это хорошее знание предмета критики. В данном случае предметом критики и объектом критики является безусловный капитализм. Со всеми его достоинствами и недостатками. Это первое. И второе, надо очень знать хорошо, какую позицию ты защищаешь. То есть здесь противопоставление идет между капитализмом и рыночной системой. И для этого, конечно, надо знать и то, и другое. К сожалению, не того. Рыночная система – это система, которая побегает общество для того, чтобы развиваться эффективно. Это не капитализм. Нет, это рынок системы. Ну, можно назвать капитализмом, но это строение экономики. Альтернатива – марксистская теория экономическая. Теория? Ну, и практика, конечно. Спасибо. И практика, советская практика. Хорошо. Разумеется. Значит, надо знать и то, и другое. Здесь, мне кажется, в этом докладе нет адекватного представления ни о первом, ни о втором. Я привезу несколько примеров. Вот говорится о том, что государство, мол, не играет такой роли в рыночной системе. Это неверно. Это искаженное представление о рыночной экономике, которое было у некоторых наших не очень сведущих экономистов. Они представляли рынок очень примитивный, в виде очень примитивной системы. Если бы автор познакомился с более серьезными работами, он увидел, что в рыночной системе большую роль играет государство. Что в рыночной системе есть огромное количество областей деятельности, которые никаким образом с рынком не связаны. Потому что рынок – это что такое рынок? Принципальный принцип, основной принцип рынка – это квит-про-хво. То есть ты мне, а я тебе. Обмен, на самом деле. Огромное количество деятельностей в своем обществе, нет никакого обмена. Семья, защита государства. Я даже не буду их всех перечислять. И, разумеется, любой разумный экономист, который наблюдает жизнь, а экономика – это отражение жизни, не мог не заметить таких этого. И в теориях рыночных систем отдается должное и государству, и планам у хозяйства. Потому что никакая корпорация не может работать как рыночная система. Там есть плановая система. Там есть стратегическое планирование, между прочим. И так далее. Поэтому, мне кажется, просто автор не в курсе тех работ, которые непримитивным образом представляет рыночное хозяйство, рыночную систему. Это очень жалко. Ну вот какие, например, моменты являются совершенно спорными, да и просто неверными. Капитализм не может реализовывать мегапроекты. Вот тезис был такой. Капитализм не может реализовывать мегапроекты. Если бы автор знал историю хорошо, то он не мог не заметить, что капитализм рождает огромное количество мегапроектов. Например, автомобилизация промышленности жизни, которая была сделана в форме, началась в форме. Это очень крупный мегапроект. Строительство домов для бедных семей, которые не могут себе позволить купить дом с подвалом, там большой, крупный дом, а им делается бетонная подложка. И на этой бетонной подложке делаются сборные дома. Это полностью изменило жилищное строительство в Америке и дало огромное количество неимущих семей абсолютно полноценное жилье. Это очень крупный мегапроект, никак не меньше проекта строительства пятиэтажных домов, которые привел Крущев. Дальше. Индустриализация СССР. Что это такое? Это на самом деле, конечно, автор думал, что это мегапроект, который относится к СССР. Не совсем так. Потому что индустриализация СССР фактически была сделана архитектурным бюро Альберта Кана, который привлек к ее реализации огромное количество западных промышленных фирм и ее средств и так далее. Это был по существу смешанный мегапроект. Частично он был инициированный, конечно, Россией, Советским Союзом, выполнен в значительной мере с помощью западных компаний. Четвертый проект. Не так просто разделить экспериментами. Дальше. Еще один тезис. Монополии искусственно сдерживают развитие технологий. Это верно? Нет, это только пропагандисты утверждали, что монополисты сдерживают развитие технологий. В действительности монополисты, стремясь стратегически овладеть рынком, всегда развивают технологии. Иногда, через каких-то причин локальных и местных, только локальных и временно действующих, они действительно сдерживают технологии. Но в целом, конечно, они поддерживают технологии. Например, возьмем сланцевую революцию. Странцевая революция была, кстати, сделана не крупными компаниями, как утверждает автор, а совершенно мелкими компаниями. Как и, между прочим, огромное количество запретений и развития, которое было сделано стартапами. Это маленькие компании, а не крупные компании, которые способствуют развитию строения экономики. Так вот, без поддержки крупными монополиями, крупными компаниями газовыми и нефтяными, этой газовой и нефтяной и сланцевой революцией, из этого ничего не вышло. Разумеется, монополий действует в своих интересах, но, между прочим, в нормальном обществе монополий всегда сталкиваться с противодействием в виде государства, законов его, и всегда наказываются, если они выходят за рамки справедливости. Например, крупнейшая компания ATT, в своем время телеграфно-телефонная компания, была расформирована. Почему она была расформирована? Потому что в суде было доказано, что она монополия. Ее просто разделение начальника. И это сделано где? В эпоху капитализма. Так что представление о революционной системе как системе чистого чистогана, где только гонятся за свои деньги, абсолютно игнорируя общественные... Хорошо, я скоро заканчиваю. Где действует, не считаясь интересами общества, абсолютно неверно. Это просто не соответствует факту. Теперь, как можно критиковать в Италии? Для этого у автора был хороший путь. Он мог... У нас достаточно нео-марктистов, как в России, так и за рубежом. Там огромное количество профессоров исповедуют эту теорию. И можно было, высказывая эти точки зрения, которые он приводит, просто ссылаться на какие-то позиции. Я не я, это вот такой-то человек говорит. Это было бы нормально. Но он этого не сделал. Ссылка на советский экономист вообще некорректна. Потому что советских экономистов как интегрального целого, такой конгломерат целостности, не существует. Советские экономисты состояли из очень разных экономистов. Один подерживаются, один с одной точки зрения, другой другой. То есть здесь не вполне корректный научный доклад, как мне кажется. Но я могу еще так много говорить, больше не могу. Но мне... Да-да-да, конечно. Хотя, мне кажется, что серьезное обсуждение очень даже уместно. Потому что, несмотря на то, что жизнь опровергла марксистскую теорию. Она и фактически опровергла. А в марксизме есть такой тезис. Практика критерий истины. Если опираться на тезис практика критерий истины, то тогда марксистская теория опровергнута абсолютно. Ну, у автора была возможность критиковать, которые можно. Но не с тех позиций, с которыми он критикует. Для этого нужно... Если критиковать его, надо опираться на факты, прежде всего. Ну, и теоретическую, нормальную интерпретацию. Для этого надо, конечно, знать настоящую теорию рыночной системы. Видимо, мне кажется, автор просто с этим не знаком. Так что я предложил свой автор, симпатичный человек. Конечно, молодец, что взялся за такую грандиозную, на самом деле, тему. Но задачу он не лишил. Спасибо. Спасибо, Василий. Так, есть еще желающие коллеги? Пожалуйста, потому что я хочу... Поблю. Поблю. Меня зовут Виктор Пукачев. Я, в общем-то, югайшем материалом исследования, называясь в автокладчиках, просьбе в работе. Я хотел бы согласиться с оппонентом на штатоклассе, потому что у капитализма было множество мегапроектов в истории. Среди прочих, нужно вспомнить Первую мировую войну, Вторую мировую войну, создание атомной бомбы. То, что в 30-е годы в Америке во время кризиса перепроизводства, когда огромное количество людей голодало, для того, чтобы цена оставалась в определенном уровне, уничтожали огромное количество картошки, зерна, продовольствия, в том числе разные товары, для того, чтобы в то время, как этими товарами, этими продуктами можно было бы нагармить. И апельсинов, как нам говорили в школе. Что, простите? И апельсинов, не только картошек. Мы слышали, что уничтожаются апельсины, и вообще не могли это выдержать. Да, но в любом случае, в мерках масштабов и в мерках мегапроектом для капитализма, это, конечно, является существенным мегапроектом, чтобы перечислить. Да, спасибо большое. Георгий Томалович. Георгий Томалович. Георгий Томалович, главе. Да, профессор высшей школы экономики. Я начальник Глеба, поэтому я хвалит его. И я, чтобы было не существенно, друг Александра Владимировича Будгарина, которого я очень уважаю. Но в то же время, да, он последние несколько лет, он меня специально приглашал на различного рода мероприятиях в Советской школе политического марксизма. Я выступал в встрече от Владимировича и его сарайников. И очень интересный здесь был вопрос Кирки Борисовича Клейнера по поводу разделения труда в особенности производителей и, безусловно, базового дохода. На самом деле, это даже не Александр Николаевич, это Николай Николаевич Кейсин, которую я еще достал. Это его, так сказать, знаменитая антиориеночная позиция и довольно схематичное определение, которое, конечно, выставится в участие и корректировке. И я как раз, вот это мое последнее выступление, на котором принялся Александр Владимирович, в рамках МАЭФ, я, значит, сказал ему, марксистам, что вы не отмахиваетесь, ребята, от мейнстрима, да, не ограничиваетесь тем, что мейнстрим с каждым по поверхности. Как вы собираетесь изучать современную изученную экономику, обходясь без, например, категорий товаров-институтов и товаров-комплементов. И это вот разграничение имеет, кстати говоря, принципиальное значение и для научно-технической революции, как на том этапе, когда возникло это понятие, так и на современном этапе. И вот совершенно правильно, на мой взгляд, замечание Аллы Александровны по поводу того, что отмежевываясь от технологического датурминизма, на самом деле докладчик отдает ему дай, но это как раз проблема в том, что ограничиваясь такими понятиями, как превращение науки в непосредственную производительную силу, и совершенно упуская проблемы потребления, он и уходит от весьма существенных проблем, связанных даже с сопоставлениями капитализма и сексуализма. Ведь, можно, смеяться и не выдавать по поводу известного заявления гражданина Фурсенко про воспитание цивилизованного потребителя. Но не надо игнорировать вот реальные вещи, когда достижения научно-технической революции на Западе были использованы для создания общества массового потребления, чего советская плановая экономика создать не смогла. Что стало одной из причин, по-моему, одной из самых весомых причин, причин ее крушения. И поэтому вот аппарат, теоретический аппарат марксистской политической экономии, он тоже нуждается в обновлении, тогда как аппарат западной экономической теории, он обновляется. И вот, скажем правильно, здесь говорилось в плане критики, о том, что не надо упрощать представление о современном капитализме, в том числе, не надо забывать о том, что этап НТР, этап НТР, это в том числе, с учреждением государственной роли, это знаменитый доклад Иван Невара Буша «Наука бесконечных фронтир». И это действительно мегапроект. И Поль Самуэстом, по-моему, чуть ли не в золотом издании своего учебника «Экономикс», гордился тем, что он молодым, но уже, так сказать, амбициозным и известным в этом проекте участвовал, что фактически с НТР началась современная научно-техническая политика при капитализме, и, разумеется, это уже другие механизмы функционирования рыночной системы. И один из самых важных вопросов, когда мы говорим о советском опыте, по-моему, вернее, не по-моему, а точно один из основателей знаменитой компании «Филипс», он как раз говорил о проблеме, которая существовала в Советском Союзе, что были мозги, они давали результаты, но именно не доходило это до массового потребителя, в отличие от того, как получалось в той же Голландии. И, безусловно, поскольку Клеб здесь упоминал про различные шампетерианские концепции, в том числе и Мемса, вот это проблема, понимаете, базисных и улучшающих инноваций, где капитализм показал свои несомненные преимущества перед социалистом, она должна обязательно учитываться, и когда мы говорим о четвертой промышленной революции. Поэтому я благодарю, в общем-то, коллег за обсуждение, за вопросы интересные, за критику, это, в общем, Клебу это будет очень полезно в рамках, так сказать, нового планового госзадания Центра Металлогических и историко-экономических исследований Института экономики. Спасибо. Спасибо большое, Георгий Дамалович. Так, коллеги, нет больше желающих? Так, да, ну, тогда позвольте мне сказать в завершении несколько слов. Во-первых, поблагодарить, конечно, докладчика, его коллегу Наталью Геннадьевну, его начальника, как говорит, Георгия Джамаловича, так сказать, и всякого скота, и всякого осла его. Ну, то есть, окружение я имею в виду, в хорошем смысле слова. Потому что вопросы, которые сегодня затрагивались, они действительно касаются мировоззрения каждого из нас. и эти, я должен сказать, что мировоззрение, о котором я говорю, носит достаточно запутанный характер. У меня, у любого из вас. Там переплетаются и наши отношения к капитализму или конкретной капиталистической стране, и наши отношения к отдельным тезисам экономической мысли, что нашим, что рулированным на Западе. И, в общем, распутать этот клубок достаточно сложно. Он не укладывается в противопоставление или в критику рыночной системы, в критику детерминированной системы, централизованной и так далее. К сожалению, вот та спутанность, уже не в хорошем смысле, есть спутанность там в физическом смысле, а вот спутанность мыслей, действий, анализа, которую мы имеем в сегодняшней экономической теории и главным, и в сегодняшней метатеории, то есть, той теории, которая критикует те или иные положения экономической теории. Вот эта спутанность, она, по-моему, очень тормозит наше развитие. Я не могу согласиться, когда мне говорят, что вот экономическая теория рассматривает вот это, эти, эти вопросы, а этот не рассматривает. Почему? Потому что эти вопросы рассматривало одно лицо, это другое, это третье, и все, и заканчивается, так сказать, на грубой эмпирике, эмпирике изучения экономических текстов. И вот сегодня мне кажется, что в докладе Гриба Андреевича вот эта вот методология прозвучала, вот есть такая школа, а то еще другие, а эти рассматривают вот это, а другие рассматривали вот это, а эти говорят, что главное вот это, а те говорят, нет, главное вот это. Неупорядоченный набор. Чего мне не хватает? Вы меня поймите правильно, я не критикую ни социализм, ни капитализм, ни доклад Гриба Андреевича. Я просто нахожу, что он отражает вот эту вот спутанность экономической теории. Чего не хватает? Не хватает того, чем занимался наш коллега Менделеев. Периодической системы, которые были бы сформулированы в отдельные клеточки на аксиоматической основе, чтобы мы знали, что вот эту клеточку рассматривают, потом бы мы вписывали туда, что вот это рассматривал этот человек, это группа, это школа и так далее, а вот это еще нет. Вот тогда было бы ясно, тогда бы и наша критика этих теорий была бы более обоснованной и более весомой. К сожалению, такой периодической системой и такой аксиоматики сейчас по-видимому нет, хотя попытки ее создания имеют место. Это относится и к терминологии. Когда мы начинаем сравнивать капитализм и социализм, что мы называем капитализмом? Ну вот была попытка там сформулировать понятие рыночной системы, конечно, она не удовлетворяет нас. Понятно, что она не соответствует реальности и не соответствует мировоззрению. и вот, значит, поэтому я к чему обо всем этом говорю. Вот, значит, среди прочего Глеб Андреевич покритиковал производственную функцию. Ну, он имел в качестве примера выбрал производственную функцию Коба Тугласа, производственных функций много там, сотни, тысяч, сотни и тысячи, не тысяч, а тысячи. значит, что для них характерно? Для них характерно то, что производство или процесс производства представлен некоторой функции от определенного количества аргументов. Ну, труд и капитал, ну, хорошо, прибавить туда знания, но прибавить туда какие-то показатели технологии. Значит, имеет ли право вообще на существование этот подход? Но поскольку я являюсь автором книги «Производственные функции теории и применения», то я считаю, что он имеет право на существование. Задача стоит в том, чтобы подобрать такую функцию, такие переменные, которые соответствуют данному этапу в развитии экономики, более-менее отвечают задачам, которые мы ставим перед ними и так далее. Вопрос о том, что все эти в жизни, все эти факторы, которые там указаны, переплетаются, еще не говорит о том, что таких функций не должно быть. Когда человек входит в производство, да, он вплетается туда, он вписывается туда. Когда станок привозят на и присоединяют к линии, он вписывается, но это не значит, что количество станков не играет роли и количество физических лиц, которые участвуют в производстве, так же не следует рассматривать. Это элементы такой, на мой взгляд, ложной, что ли, не совсем корректной критики. Ну и последнее, что я хотел бы сказать. У нас семинар сегодня не посвящен критике тех или иных общественных систем. Это требует отдельного разговора с более точной атрибуции понятий, целей и так далее. У нас доклад был посвящен, как мы поняли в конце выступления, обзору наиболее известных положений экономической теории в связи с, опять же, наиболее известными положениями теории технологического развития. И то, и другое это всего лишь элементы мировоззрения. И поэтому, значит, и то, что касается технологии, казалось, вот реальность этой технологии, и вот рассуждение этой мысли. Нет, и то, и другое является в равной степени и реальностью, и следствием мировоззрения, следствием ментальных моделей тех или иных. Так вот, значит, в смысле задачи, которую, по-видимому, поставил перед собой Глеб Андреевич, я считаю, что его доклад следует расценить положительно, раскладывать как удачный. Это видно из того, каким было обсуждение. Оно было интересным, мощным, хотя и не укладывающимся в отдельное русло. Но таков объект нашего рассуждения сегодня. И я хотел бы поблагодарить, еще раз говорю, весь коллектив, в котором работает Глеб Андреевич, надеясь на то, что этот коллектив и дальше будет представлять нам интересные работы. И мы готовы были бы обсудить, может быть, какую-то более конкретную ситуацию, более конкретную теорию, более конкретное явление в технологическом развитии, чтобы за счет сужения широты вопроса углубиться в его существе. Спасибо большое. Теперь, Глеб Андреевич, пожалуйста, вам слово. Большое спасибо. Спасибо и за вопросы, за критику, за комментарии. Ну, времени мало, я не буду даже пытаться отвечать на отдельные пункты, но все-таки иначе разговор уйдет в иную сторону. я отмечу самые такие мои фундаментальные позиции, касающиеся в том числе разделения непосредственно гипотетического отношения и того, что примешивается с ним. Если говорить об этом определении, мне все-таки в этой связи важно зафиксировать именно такое определение. Почему? Потому что оно позволяет более точно выделять разнонаправленные тенденции. То есть одна тенденция условно говоря развивает исходные рыночные начала, то есть начало, которые являются самой сутью рынка и из которых выходят все последующие более усложненные отношения. И те тенденции, которые наоборот можно назвать примесью нечто внешнее по отношению в целом капиталистической экономики. Например, мы говорим капиталистическая экономика Соединенных Штатов, но являясь капиталистической экономикой, внутри этой системы есть то, что непосредственно реализовывает саму суть рынка, суть капитализма, основные законы капитализма, в частности максимизация прибыли, основные принципы капитализма основаны на частной собственности, на свободе выборе продукции, выборе ценообразования, свободу выборе распределения продуктов труда. И с другой стороны есть тенденции, которые как раз вот это движение капитализма подавляют и с одной стороны они отрицают его противоречия. Например, насильственное перераспределение доходов, по сути, насильственное, оно несет нервничный характер. создание каких-то бесплатных опять же организаций, бесплатных университетов, где работа происходит не на коммерческой основе и внутри деятельности того же университета публично, внутри него не действуют основные рыночные законы, как если бы мы говорили о какой-то частной фирме, ориентирующейся на университет прибыли. И в связи с научно-технологическим прогрессом для того, чтобы выделить направление того, в какую сторону собственно пойдет глобальная экономика в связи с новыми технологиями, то как раз эти моменты мне кажется особо важно было выделить. На всех вопросах я действительно остановиться не могу, на которых возможно хотел бы. Поблагодарю еще раз всех за комментарии и буду продолжать работу. Еще раз спасибо за приглашение. Спасибо большое. Гриб Андреевич. Давайте поблагодарим докладчика.